Четыре способа сделать сайт на тильде. Большинство новичков пользуются готовыми шаблонами тильды, переделывая их под себя. Чтобы увидеть их, нужно создать новый сайт и в нем создать новую страницу. Когда вы зарегистрировались уже в тильде, вы видите что-то типа этого. Здесь у меня уже создан сайт, но у вас будет без него, конечно же. Создаем новый сайт, кликаем на эту кнопку. Внутри него создаем новую страницу и попадаем в меню шаблонов. Тильда предлагает множество шаблонов под разные задачи. Если у вас бизнес, вы можете найти шаблон для вашей сферы или схожей какой-то сферы и просто его переделать. Также тильда предоставляет шаблоны интернет-магазинов, мероприятий, событий, блогов, лонгридов и внутренних страниц для многостраничных сайтов. Конечно, шаблоны — это самый быстрый способ сделать сайт, но так как этим путем идет очень много людей, интернет просто завален однообразными безликими сайтами. Означает ли это, что нам абсолютно не интересны шаблоны тильды? Нет, не означает, потому что на шаблонах хорошо учиться. На них можно научиться видеть блочную структуру. Ведь блоки на шаблонах очень четко, визуально отделены друг от друга. Таким образом, просто просматривая шаблон за шаблоном, можно развивать чувство вкуса. И обратите внимание на то, как элементы отделены друг от друга, сколько есть воздуха между ними, пустого пространства. Давайте перейдем в любой какой-нибудь шаблон. Например, сюда. В шаблонах можно изменять очень многое. При наведении на любой из блоков появляются две кнопки. Вы видите их — настройки и контент. В меню настроек можно менять внешний вид элементов блока, цвета элементов, фона. Кнопок, размеры шрифтов, базовую анимацию элементов. Меню контент позволяет менять содержимое блока. То есть все тексты, картинки, видео и так далее. Еще один быстрый способ поменять содержимое блока, не заходя в меню контент, а именно кликом по нему. Хотите изменить текст, просто кликните по нему и пишите что-то свое. Все быстро, все понятно, максимально экономно в плане времени. Также любой шаблон можно дублировать. Вот у нас такой же шаблон. Можно удалить его. Можно выключить. То есть он спрятан, но он все еще есть. То есть вы можете в любой момент, если сомневаетесь, выключить какой-то из шаблонов. Он не будет отображаться у вас в браузере, но вы не потеряете его в режиме редактирования. Вот что можно еще вырезать, скопировать, ставить и выделить, чтобы несколько блоков с ними что-то сделать. Можно выделить несколько. Блоки можно также менять местами. Вниз, вверх, вверх, вниз. Стоит еще упомянуть, что в режиме редактирования, вот где мы сейчас с вами находимся, сайт выглядит несколько иначе. И чтобы увидеть, как сайт будет отображаться на самых распространенных устройствах, нужно переключиться на предпросмотр. Вот эта кнопочка позволяет увидеть его сайт, как он будет выглядеть на ноутбуках, на планшетах в горизонтальной ориентации, на планшетах в вертикальной ориентации, на мобильных устройствах в горизонтальной и на телефонах в нашей привычной вертикальной ориентации. Или же, чтобы увидеть сайт, как он прям вот взаправду выглядит, да, нужно его опубликовать. Нажмите на кнопку «Опубликовать», задайте какое-то имя, сохраните «Продолжить» и перейдите либо по ссылке, либо «Открыть страницу». И вот так он, вот этот режим публикации даст окончательное понимание, как сайт выглядит на самом деле. Вернемся к нашим способам. Второй способ легкий — это сконструировать его из блоков самостоятельно, написать с нуля текст, подобрать подходящий шрифт и цвета. И этому способу посвящен этот мой курс. Этот подход я считаю оптимальным для начинающих. Я назвал его легким, потому что я вам дам последовательность шагов, и вам не нужно будет рыскать в поисках ответов, чтобы как что-то сделать, вы сэкономите время и свои нервы. И в отличие от предыдущего способа — это комплексный подход, работа разбита на этапы, что позволяет получить более предсказуемый и внушительный результат. И как я уже говорил, есть минимальный стандартный набор блоков. И сейчас я покажу, как добавить их на сайт и в какой последовательности. Давайте создадим новую страницу. Кликаем по пустой странице, получаем пустой лист и добавляем все блоки. Первым идет у нас обложка. Мы можем выбрать ее также здесь. Виды обложек, которые нам больше подходят, которые нам больше нравятся. Затем идет меню. Но на самом деле меню должно стоять сверху. Давайте добавим меню и передвинем его наверх. Оно всегда наверху. Такой элемент самый верхний. Затем нужно что-то рассказать о своей компании. Допустим, что-то типа этого. О проекте. Конечно, нам нужны преимущества, потому что нам нужно как-то выделиться среди конкурентов, написать, почему наше предложение лучше, чем предложение конкурентов. Так что блок преимущества мы тоже добавляем. Давайте добавим какую-нибудь галерею. Если у нас визуальный товар или услуга, без красивых фотографий у нас не будет шансов. Но это добавит нам на самом деле преимуществ. Затем давайте сделаем какие-нибудь отзывы. Например, несколько, вот четыре. Я хочу так. И контакты, чтобы с нами можно было связаться. Мне нравится этот блок. И обязательно подвал сайта. Это такой закрывающий блок, то есть самый последний идет. Так, где же он? Подвал, подвал. Вот ты. Так. Смотрите, еще важный момент. Когда вы только регистрируетесь, у вас есть возможность активировать пробный двухнедельный период тильдовский. Вот. Поэтому, потому что если вы не активируете его, у вас будет ограниченное количество, доступ к ограниченному количеству блоков. у меня как бы платный платный тариф, поэтому у меня все блоки открыты, а у вас, чтобы они стали открыты, нужно активировать бесплатный пробный двухнедельный период. И насколько я помню, это делается в тарифах и оплате. И вот здесь должно быть такое оповещение о том, что можно активировать пробный период. Итак, вернемся к следующему способу. Это профессиональный способ для опытных дизайнеров, третий. Для дизайнеров, которые рисуют сайты с нуля и которым нужен тотальный контроль над каждым элементом. И в тильде это возможно благодаря встроенному редактору ZeroBlock. Сейчас покажу, как он выглядит. даже в рамках вот этой нашей страницы добавим ZeroBlock, нулевой блок. Редактировать. По умолчанию для экономии времени дизайнеров в ZeroBlock уже присутствуют основные элементы, которые сразу же можно изменить либо же добавить самостоятельно. С помощью кнопочки плюсик можем добавить кнопки, текст, изображение, шейпы, какие-то формы геометрические, даже код HTML, какие-то всплывающие подсказки с текстом, галерею, формы, захвата и так далее. И каждый элемент также можно кастомизировать, то есть под себя делать. Увеличить ширину, высоту, изменить картинку, изменить шрифты и так далее. Посередине сверху панель размеров экрана, то есть она нужна для того, чтобы адаптировать, самостоятельно адаптировать свой сайт под разные устройства, особенно нам интересно под мобильные устройства, ну не нам, а тем, кто профессионально делает сайты. Далее, если выделить любой из объектов и нажать кнопку Settings, как я уже показал, внизу вот здесь, в правом нижнем углу появится панель управления элементом. И ZeroBlock дает почти неограниченные возможности для творчества, в том числе продвинутые анимации, без знания кода. Это очень круто, но с этим можно так заиграться, запутаться и в итоге ничего и не сделать. Поэтому в этом курсе о редакторе ZeroBlock я вот упоминаю только скользь вот прямо сейчас и мы как бы забываем, идем дальше. Потому что это сложный, очень профессиональный инструмент и ему будет посвящен следующий мой курс «Продвинутый способ сделать сайт на тильде». Так что, если вы вдохновитесь этим курсом, вдохновитесь своим результатом и захотите двигаться дальше, развиваться, то обязательно напишите мне и спросите «Когда же, Денис, когда ты выпустишь этот продвинутый способ сделать сайт на тильде?» Вот. Четвертый способ, о котором я тоже буду здесь упомяну, это комбинировать методы. То есть никто вам не мешает, ну вы уже сами поняли, наверное, что все друг с другом сосуществует и никто вам не мешает сначала выбрать какой-то шаблон, затем добавить в него какие-то недостающие блоки через плюсик и дописать какой-то текст, затем добавить зеро блок, как вот здесь добавил. Если вам нужно какое-то нестандартное решение и вас не устраивает ни один из готовых блоков тильды, и в этом прелесть и гибкость тильды. А сейчас домашка. Создайте черновик сайта, создайте новый сайт на тильде, дайте ему название, добавьте новую страницу на этот сайт и добавьте на нее все необходимые блоки сайта. Так же, как я сделал в этом видео, просто повторите, чтобы быть более, чтобы тильда для вас перестала быть каким-то страшным, неизвестным чем-то, и чтобы вы привыкли и больше освоились и шли дальше. Увидимся в следующем уроке.